В Москве состоялись торжественные мероприятия в честь 75-летия Китайской Народной Республики. Дипломаты и востоковеды поделились воспоминаниями о Поднебесной. Для международного проекта «Написано в небе. Моя китайская история». Высокий уровень российско-китайских отношений открывает возможности для расширения дружбы между народами. «Написано в небе. Моя китайская история». Торжественное мероприятие под таким названием прошло в Москве в честь 75-й годовщины образования КНР. Организатором вечера выступила медиакорпорация Китая. Ее глава Шэнь Хай Сюн в видеообращении к участникам встречи отметил важность культурного обмена между странами. Он напомнил о глобальной акции журналистов по сбору лучших историй о Поднебесной. Организаторам прислали свыше 1600 грамот на шелке, рассказов о дружбе из более чем 60 стран и регионов. По словам Шэнь Хай Сюна, акция «Написано в небе» стала символом культурного единства и взаимопонимания народов мира. Также глава медиакорпорации Китая отметил, что третий пленум ЦК КПК 20-го созыва открыл новые перспективы для глобальной модернизации и культурного взаимодействия через продвижение сообщества единой судьбы человечества. Дорогие гости, друзья, добрый вечер. Очень рад с вами встретиться в Китайском культурном центре в Москве и принять участие в специальном мероприятии в России, написанном «Написано в небе. Моя китайская история». Прежде всего, хотел бы от имени посольства Китайской народной республики в Российской Федерации и от имени господина посла Чан Хан Хуи сердечно, искренне поприветствовать всех гостей в этом прекрасном зале. Только что господин Шин Хаищу в своем видео выступлении задал вопрос, кто в облаках отправляет грамоту на шоку. Я думаю, что вы согласитесь со мной, если я скажу, что ваше присутствие является наилучшим ответом. Эти грамоты на шоку не только отражают великолепную картину развития Китая, но и концентрируют духовные устремления поколения людей, преданных развитию китайско-российских отношений. Они также указывают на широкие перспективы дружбы между Китаем и Россией для будущих поколений. К международной партнерской программе «Написана в небе моя китайская история» присоединились медиагруппа «Большая Азия», российская газета «Общество российско-китайской дружбы» и школа номер 548 «Царицыно». Российские СМИ собрали воспоминания своих читателей и зрителей о Поднебесной. Принимались путевые заметки, воспоминания и впечатления, а также рассказы обо всем, что вдохновило и вдохновляет в Китае. Лучшие из них не только показали в эфире телеканалов медиа-корпорации Китая, но и представили на праздничном вечере в Москве. «Пусть Китай станет моей жизнью» – эти трогательные слова заместителя председателя «Общества российско-китайской дружбы» Галины Куликовой практически стали эпиграфом к мероприятию. Ее собственная история дружбы и сотрудничества с Поднебесной насчитывает несколько десятилетий, а полный рассказ о роли Китая в жизни занял бы не один вечер. «Вся моя жизнь со студенческой скамьи связана с Китаем. Я первый раз познакомилась с китайскими друзьями, когда была студенткой второго курса Института международных отношений. В Москве проходил фестиваль, московский фестиваль. Тогда китайские друзья приехали на фестиваль, а меня попросили быть помощницей опытных переводчиков, сопровождающих. И я с большой радостью отклицовалась, потому что участниками фестиваля была молодежь. Это были артисты Пекинского экспериментального театра и молодежного ансамбля народной музыки из Гуанчжоу. Я была с ними не только в Москве, но они попросили и захотели, чтобы я их сопровождала три месяца, когда они ездили по Сибири. Мы были в Новосибирске, в Иркутске, в Тюмени. Залились слезами, расставаясь в станцию, где они должны были перейти из старшего поезда на свой, они уехали к себе домой. А через какое-то время, через два года, в числе группы студентов, я приехала впервые в Китай. И увидела Китай, это был 1958 год. К удивлению моему и к радости, все эти ребята, артисты, которые я здесь сопровождала, пришли с цветами встречать нас на вокзал. Китай стал второй жизнью и для многих других участников акции. 75 лет назад произошло образование Китайской Народной Республики, которое причисляют к важнейшим вехам, богатого на события 20 века. Буквально на следующий день, 2 октября 1949 года, Советский Союз и Китай установили дипломатические отношения. По словам сенатора и бывшего посла в КНР Андрея Денисова, это стало началом большого пути, который к сегодняшнему дню привел две страны к самому высокому уровню двусторонних отношений за всю их историю. Я почти ровесник КНР. Если быть точным, то я младше народного Китая ровно на 3 года и 3 дня. Из этих почти 75 лет, более 50 лет так или иначе связан с Китаем. Как говорил один наш коллега в Министерстве иностранных дел, когда молодые люди или девушки поступают в высшее учебное заведение, в университет и берут для изучения китайский язык, они выбирают не просто иностранный язык для работы, а они выбирают судьбу. Так и получилось в жизни многих и здесь присутствующих, очень уважаемых людей. Китайские истории россиян часто напрямую связаны с их профессиональной деятельностью. Участие в работе международных организаций и союзов, обмены в культуре, политике и бизнесе. Вот подтверждение тому, что тысячи человек были не просто пассивными наблюдателями, как складывались отношения России и КНР на протяжении десятилетий. Их активное участие тоже стало вкладом в нормализацию и укрепление отношений. Дипломат и известный востоковед Владимир Захаров поделился воспоминаниями, как посольству России удалось значительно продвинуть культурные отношения между двумя странами в 90-х годах. Моя история, она достаточно простая, но она достаточно долгая, потому что я прожил в Китае 20 лет, проработав в Китае. И самый замечательный период, который я вспоминаю, их было много, когда судьба сделала меня советником по культуре, информации, образованию и так далее, тому подобное. В это время нам удалось значительно продвинуть в 80-е и 90-е годы наши культурные отношения и поднять их на очень высокую высоту. То есть за время пребывания на грани 90-х годов и начала 2000-х годов, я хочу сказать, нам удалось поспособствовать гастролям всех балетных ведущих коллективов России. Они объехали Китай. Это было знакомство, это было снова привыкание, адаптация к российской культуре и так далее. Не случайно, когда были гастроли Большого театра в Пекине, на которых присутствовал председатель Китайской Народной Республики Диан Заминь, наш посол Игорь Алексеевич Рогачёв сказал очень изнаменательную вещь. Он сказал, вот одни такие гастроли практически по своему звучанию, по своему масштабу равны годовой работе посольства. Это эмоциональная, мы понимаем, оценка и так далее, но в ней есть большая суть, потому что к этому времени нам удалось нормализовать, восстановить, улучшить наши отношения в области культуры. Генеральный директор телеканала «Большая Азия» Александр Лебедев со своей стороны обратил внимание на постоянное укрепление связей между Россией и Китаем, развитие контактов, в том числе между средствами массовой информации двух стран. Новые российско-китайские истории рождаются прямо на наших глазах, благодаря сотрудничеству в различных сферах. Я не синолог, я не жил так долго, как многие выступающие в Китае, но у меня точно есть много своих историй, и все эти истории очень позитивны, поэтому я хочу сказать, что сейчас я приехал, мы завершили записи больших интервью для фильма, который будет называться «Россия и Китай. Новая эпоха». Мы хотим презентацию с нашими коллегами сделать в рамках мероприятий, которые будут проводиться в Казани, но самое главное, что мы уже более двух с половиной лет вместе с медиакорпорацией Китая делаем прекрасную китайскую историю, называется она «Китайская панорама». Мы делаем очень ответственный продукт, потому что мы делаем рассказ о том, как живет современный Китай. Мы видим полную повестку с нашими коллегами из медиакорпорации Китая от политики до панд, всеми любимыми в мире. Это 9 выпусков новостей в неделю, 75 минут монтированного материала. Все присущие в зале понимают, какой это уровень работы, и мы гордимся этим, что мы делаем за пределами Китая самый большой объем информации о современном Китае. 75 лет сложно назвать промежуточной датой. Эти десятилетия вместили культурные, научные и политические программы сотрудничества между Россией и КНР. Кроме того, выстроены прочные связи, которые помогают российскому народу знакомиться с Поднебесной и ее историей, без которой не было бы остальных китайских историй, написанных в небе. Все рассказы и воспоминания, которые пришли на конкурс, объединяет одно – они устремлены в будущее. Не случайно многие участники желали себе и друг другу дожить до 100-летнего юбилея КНР в 2049 году, чтобы своими глазами увидеть, как отношения России и Китая достигнут еще больших высот. Знаете, большой соблазн увидеть, прочитать все то, что прислали 1600 человек, я так понял, из сообщения главы медиакорпорации Китая, господина Шейхан Цюна. Наверное, эта задача увлекательная, и смотрение, наверное, будет полезным. Но я подумал о другом, что, наверное, Китай написал самую лучшую, самую интересную, самую увлекательную, самую прекрасную историю сам. Сама жизнь Китая говорит об этом, а путешествие по Китаю открывает все то, что Китаем создано. И, наверное, никто не напишет и никто не повторит именно эту китайскую историю на протяжении всех 75 лет и тот путь, который Китай прошел за это непростое, сложное и в то же время очень возвышенное и красивое время. Участникам мероприятия вручили сертификаты международного партнерства «Написано в небе». Финальным аккордом праздника стало выступление учеников школы номер 548 «Царицыно», которые занимаются китайскими единоборствами. Они порадовали гостей искусным танцем, в котором объединили элементы сценического боя и хореографии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова